Иной. Книга 6. Мир демонов. Автор Алекс Брэдвик. Озвучивает Денис Любомирский. Интерлюдия 1. Тихий летний вечер. Всё складывалось у Антуа просто великолепно. По крайней мере, на первый взгляд. Полиция всё же взялась за дело по переданной ей информации, начала разбираться, за что именно можно ухватиться, чтобы лепить дело. Но это процесс не самый быстрый, особенно если это касается одной из крупнейших корпораций планеты. Прошло три дня с того момента, как Антуа отдал старому хакеру информацию про его дочь. Уже было пора дать ответ, но его всё ещё не было. Так что наёмник решил снова нанести визит старому другу. Но всё же он решил насладиться этим вечером этой прохладой. Это сейчас ему необходимо из-за его травмы. Всё же часть лёгких и полностью вся брюшная полость у него были искусственными. Люди вечно куда-то спешили, суетились, торчали в своих гаджетах, браслетах, очках дополнительной реальности. И всем было на всех плевать. Никто из них не знал, что сейчас происходит с миром. Никто не знал о теневых играх крупных корпораций. Никто не знал, что мир на самом деле снова стоит на грани. Вся эта информация была собрана Антуа по крупицам, по маленьким частицам. Что-то он узнал, пока был на службе одной из таких корпораций. Что-то он узнал уже после, по слухам и недосказанностям. Но общая картина ему была видна и понятна. Готовился общий мировой переворот. Правительства стран должны были уйти на второй план, а их место занять советы директоров или генеральные директора этих самых корпораций. Они хотели контролировать жизнь планеты полностью, все ее аспекты. Они хотели выкачать из нее все, что только было реально. И это надо было остановить. И у наемника был реальный шанс это сделать. Ну или хотя бы этот процесс сильно замедлить, вывести на чистую воду всю подпольную грязь. Свернув уже знакомый закоулок, наемник сразу напрягся. Было тихо. Даже очень тихо. Не издавали звуки уличные и брошенные всеми животных. Не было на улице никому не нужных бомжей. Даже птицы не давали о себе знать. По своей профессиональной привычке мужчина сразу шагнул в тень, в наименее освещаемый участок улицы, и стал смотреть по сторонам. Запахов посторонних не было. Звуки полностью отсутствовали. Камера на доме... «Твою, чтобы все сдохли, мать!» — выругался под нос наемник, когда заметил, что камеры на доме, что ранее висело над входом, больше нет. Если бы камеру просто сняли для чего-то, ремонта, например, то это было бы одно, но было видно, что ее нагло сорвали. Оставался виден в стене кронштейн, и торчало несколько проводков. Дом сам с виду был целый, но не горел привычный свет в одном окне, где горел всегда. Это напрягало еще больше. Хозяин никогда не покидал своего логова. Никогда. Даже до магазина через улицу. Все заказывал, все просил оставлять у входа или в специальном ящике. Наемник знал про этого человека достаточно много, чтобы понимать, что тут произошло что-то не то. На всякий случай, подойдя к двери и сделав один звонок одному знакомому, чтобы, если что произойдет, знали, где его искать. После чего с разбега и немалым трудом, все же травма давала о себе знать, перелез через двух с половиной метровый забор. С грохотом ноги приземлились на бетонированную поверхность. Хозяин не любил траву, не хотел за ней ухаживать, из-за чего весь участок залил бетоном. Было бы логично ему купить квартиру, но хакер любил тишину, чтобы не было назойливых соседей. Именно из-за этого частный дом на краю города. Дверь в сам дом была прикрыта. Со стороны улицы и за забором незаметно это, но уже по эту сторону стены видно, как в ясный день. Это тоже было далеко не нормой, точнее вообще полным отклонением от нее. Тихо ступая, переваливаясь с пятки на носок, чтобы вероятный противник не слышал приближения Антуа, наемник подкрался к двери и очень медленно ее открыл. Петли были смазаны, уже хорошо, можно идти дальше. Где-то со второго этажа доносился звук работающего телевизора. Хакер себе такого не позволял. Если он работал, то телевизор был выключен, а сейчас как раз было рабочее время. Слегка откинув рука в своего плаща, наемник нажал на пару едва заметных кнопок на своем браслете, от которого тут же оторвался маленький, почти бесшумный дрон. Старый подарок от старого друга не раз в различных передрягах выручал жизнь. Дрон был иногда незаменим. Он мог обнаружить с помощью своих сенсоров противника хоть через три бетонных стены толщиной в полметра. Надев специальный визор, который также крепился к браслету на руке, мужчина стал видеть глазами дрона, но с того места, где стоял сам. Картина подстраивалась так, чтобы человеку было как можно удобнее ее воспринимать. Даже если дрон двигался, а человек стоял, то картинка все равно транслировалась относительно местонахождения человека. Чисто. Тут же отобразилась информация через визор дополнительной реальности перед глазами, после чего дрон вернулся к Антуа, завис на месте, пока тот не вытянул руку, после чего вернулся на свое законное место. Туда же следом ушел и визор. Чтоб тебя на ним, сраный! Куда ты запропастился? — выругался вслух он, начав медленно ходить из комнаты в комнату. Обстановка с прошлого раза почти не изменилась. Почти. Были некоторые неестественные отклонения. Не там стояла ваза, не так была повернута картина, осталась грязная посуда в раковине. Мелкие несоответствия все же выдавали неестественность этого убежища, словно кто-то специально все это оставил. Первый этаж оказался относительно чист, за исключением пары грубых следов, свидетельствующих о том, что тут все же кто-то был. Невооруженным глазом следов присутствия было бы не увидеть, но все же прошлое полицейского сказывалось на точке зрения наемника. Тут был точно неприятель. Поднявшись на второй этаж, в нос Антуа резко ударил нездоровый запах. Сразу подкатил ком к горлу, ибо давно с таким мужчиной не сталкивался, но профессиональная выдержка позволила сдержать все в себе. Запах слегка подгнившего мяса, запах разложения, его ни с чем не спутаешь. Тревога сразу забила в свои барабаны, Антуа сразу кинулся к источнику запаха и громко выругался, так как хакер был мертв. Кажется, ты дал им не тот ответ, который они хотели услышать. Пробручал себе под нос наемник, подойдя к трупу, прикрывая лицо носовым платком. Как же они тебя убили? Ран нет, следов драки тоже нет. Вот шея, тонкая полоска, легкий отек на лице. Задушили во сне. Уроды. Вот только как они пробрались сюда столь беззвучно, что даже ты этого не услышал? Совпадение? Не думаю. Тут же включив своего внутреннего аналитика, наемник начал думать. Покинув комнату, чтобы проверить свою первую и весьма вероятную догадку, он направился на кухню. Не просто так там осталась посуда. Подойдя к раковине, Антуа осторожно выложил из нее всю посуду. Две тарелки, две вилки, три кружки и три чайных ложки. Значит, как минимум двое гостей были у хозяина квартиры дома. Скорее всего, в одну из кружек незаметно было добавлено снотворное, чтобы старик быстрее уснул. Но тут уже докажут криминалисты со своим оборудованием, которого, увы, у наемника не было. Теперь понятно, почему хакер не проснулся, когда к нему проникли. Но все как-то слишком банально. Надо выяснить причину. Но прежде, чтобы не стать жертвой подставы, Антуа набрал всем известный номер. Алло? Полиция? На всякий случай уточнил наемник, когда по ту сторону спутниковой связи ответил приятный женский голос. «Прошу отследить мое местоположение. Частный дом, сектор А, дом 1. Произошло убийство моего друга. Двое суток не отвечал на звонки, из-за чего я пришел его проверить. Вандалы сорвали камеру и придушили друга. Ага. Спасибо. Через 15 минут. Спасибо. Буду ждать». Все. Таймер начал тикать назад. Если полиция сказала 15 минут, то есть 20, но не более. Они всегда чуть-чуть задерживались уже на места совершенного преступления, где есть только следы. А если оно происходит сейчас, то они, как цепные псы, срывались с места, сразу спешили спасти жизнь. За последние 10 лет полиция и правда стала показывать себя куда лучше. Теперь оставалось выяснить, из-за чего именно умер хакер и как можно быстрее покинуть место происшествия, выбросив по пути одноразовый телефон, который после звонка сразу перегорел. Голос наемника был изменен, так что они точно не знали, кто именно звонил. Но от местоположения было известно. Фрескис был весьма знаменитой фигурой. В свое время весьма спокойно могли списать это убийство и на него. Снова поднявшись на второй этаж, Антуан направился в сторону кабинета старика. Компьютер был уничтожен, причем физически. Кто-то сломал стол, в который было встроено это чудо техники. «Ни себе, ни людям», — подумал про себя наемник, тут же начав рыться в ящиках стола. Ему нужно было молиться на чудо, чтобы глупые работники специальной службы корпорации не додумались сделать то же самое. Но ящики были пусты. Это несколько разозлило наемника, но не заставило опустить руки. Осталось десять минут. Снова выпустив дрона и надев визор, наемник дал команду своей игрушке, чтобы та приступила к сканированию сразу нескольких предметов. Полости в стенах, полу, потолке, вещах, во всем. То есть проверить на наличие тайников, а также на целые электронные устройства, в которых бы можно отследить сигнал, послав короткий импульс. Найдено два электронных устройства в тайнике. Расстояние десять метров, высота полтора метра, три сантиметра. Полость с тайником скрыта в стене. Отрапортовал дрон, снова заняв свое место на браслете. «Проверим, что ты пытался так спрятать», — прошептал себе под нос наемник, параноидально посмотрев себе через плечо. «Надо быть осторожнее». Осталось пять минут. Подойдя к стене, Антуа тут же осмотрел то место, где дрон обнаружил устройство. Два перестукивания сразу дали понять, куда именно надо нанести удар. И он не растерялся. Короткий удар кулаком, и гипсокартон сразу лопнул под давлением, освобождая полость стене. Где-то сто процентов был механизм, который позволял этому еле заметному тайнику открыться. Забрав два накопителя, наемник тут же покинул дом хакера, после чего с таким же трудом перебрался через забор и быстро скрылся, чтобы его не видел никто. Те не сегодня должны были помогать наемнику, и он, судя по всему, оказался очень везучим, так как буквально через три минуты после него пришло двое неизвестных к дому, попытались дозвониться до хакера, а потом приехала полиция, которая тут же скрутила двух невиновных. «Не в том месте, не в то время», – тихо подметил наемник, спешно удаляясь от места преступления. «Теперь же мне надо узнать все твои секреты». И снова оживленная улица, снова тысячи спешащих куда-то людей, и мужчина снова потерялся среди всех этих пустышек, которые когда-то звались людьми. В них больше не было ничего, только желание прожить еще один день и заработать побольше денег. Но он был не таким. У него была цель, и он ее обязательно достигнет. Это всего лишь дело времени.